Я тут заметила одну вещь. Давно заметила, но сейчас это повально. Приходит письмо. Электронное, бумажное или ссылка или телефонный звонок. Спасите, помогите, убивают, унижают, избивают, лишают. Давайте факты. Пожалуйста. Третьего дня меня, моего брата, мужа, свата, опер, капитан, полковник, избили, душили, пытали, отнимали. Помогите, а то убьют. Пишите заявление. Давайте нам ваши данные. Мои? Нет, нельзя. Попрошу меня не упоминать. Вот вы их мучителей найдите и накажите, а меня не приплетайте. Нельзя, невозможно помочь тем, кто не хочет помочь себе сам. Боишься? Понимаем. Будет хуже? Возможно. Это называется борьба. Тебе плохо, потом быть может еще хуже, а потом ты побеждаешь. Это не в течение часа, это не за день, это займет годы. Ты не хочешь? Ясно, понятно. Но зачем ты пишешь? Зачем ты звонишь? Вот смотрите, это один из последних опросов Левада-центра. Каждый третий россиянин сталкивался с нарушением своих прав за последние пять лет. Юристы и правозащитники лучше защищают права граждан, чем государства. Из обратившихся в полицию только 34 процента смогли разрешить проблему. При помощи адвокатов отстоять свои права смогли 47 процентов россиян. Наиболее проигрышной тактикой оказалось хождение в общественные приемные депутатов, президента или к официальным уполномоченным по правам человека. Отстоять свои права удалось только 27 процентам обратившихся. И лишь 3 процента опрошенных считают, что отстоять свои права в России легко. 59 процентов говорят, что сложно. А треть граждан уверены, что сделать это практически невозможно. А чаще других с произволом сталкиваются самые уязвимые слои населения и образованные городские жители. То есть граждане готовы называть свои имена депутатам и всяким там официальным уполномоченным, не говоря уже о Путине. Но им там не помогают. И они идут к правозащитникам и юристам. Но там не готовы называть свои имена. Потому что те почти 50 процентов, кому удалось помочь, это как раз те, кто готов бороться сам. А вы знаете, почему не могут помочь официальные уполномоченные по правам человека? Да потому что они сами оттуда. Маскалькова уполномоченный по правам человека Российской Федерации? Генерал полиции. Или взять, к примеру, Анатолия Тихомирова. Вот он всю жизнь работал в тюрьмах. Возглавлял тюремные ведомства в Москве, потом в Подмосковье. А теперь он начальник насчет прав человека. Алло, гараж. С такими полковниками и генералами вам права не защитить. С другими? С другими можно попробовать. По крайней мере, есть шанс дойти до международных организаций, до судов. Но для этого надо сказать свое имя. Это просто. Имя, сестра. Анонима защитить нельзя. Анонимы съедят первым.